Подписывайся на канал и ставь лайк. Надежность проверенная временем, удачная конструкция, баланс и первоклассные технические характеристики не утратившие своей актуальности и по сей день, все это ТОС-34, охотничья марка из Тула. Длительное время ружью не теряет своей актуальности, обгоняя по некоторым характеристикам современные гладкоствольные охотничьи ружья. Все началось в далеком 1964 году, когда мало кому известный конструктор, самоучка Николай Коровиков дал старт своему детищу, ТОС-34. Поначалу это было штучное производство, массовый выпуск начался только с 1969 года. Одновременно появляется модификация ТОС-34 с автоматическим выбрасывателем гильз. Интерес к ТОС-34 был проявлен не только на родине. В 1965 году в Лейпциге модель была отмечена специальным призом. Данная марка сразу заняла свою нишу в охотничьей среде. Это одна из тех конструкций, стволы которой расположены вертикально. К тому же ружье имело малый вес, до 3,3 килограммов. Интерес к ТОС-34 также подогревали следующие характеристики. Необычное крепление стволов и их низкая посадка в стволовой коробке, бескурковая сборка. Многие знают эту модель как 12-ти калиберная. Но короткий промежуток времени, производился выпуск ограниченного количества ТОС-34 иных модификаций 16, 20, 28, 32 калибров. Они не смогли занять достойное место в своей нише из-за своей массивности. Стволы у ТОС-34 являются съемными и скреплены между собой в вертикальном порядке. Соединяются казенной муфтой и межствольной планкой. Верхний ствол обеспечен прицельной планкой, вентилируемой или сплошной. Длина патроника составляет 70 миллиметров. Каналы стволов и сам патроник покрыты слоем хрома, защищая детали от быстрого износа. Для стрельбы можно использовать все виды гильз, но преимущество лучше отдать пластмассовым. При выстреле с расстояния в 35 метров, кучность верхнего ствола составляет 60%, нижнего – 50%. Гильзы извлекаются стандартно, путем открытия ствола. Ударно-спусковой механизм, кратко УСМ, размещается на отдельной платформе. УСМ имеет внутренние курки, бойки не соединяются с курками. Имеется два спусковых крючка. Интерцепторы перехватывают курки во избежание случайного выстрела, тем самым повышая эксплуатацию ружья в безопасном режиме. Многие специалисты утверждают, что боевые пружины ТОС-34 являются самым слабым звеном в ружье, так как пружины быстро деформируются и выходят из строя. Но их также легко приобрести в любом магазине оружия, а их стоимость невелика. Система запирания не имеет аналогов. Блок стволов соединяется с колодкой ружья при помощи срезанных кольцевых шарниров, в результате чего, стволы отделяются очень легко. Кольцевые шарниры ничем не отягощены, а значит, не влияют на запирание механизма. На моделях, выпущенных после 1979 года, в правой части колодки имеется флажок, повернув который можно отсоединить стволы и открыть оружие. Приклад данной марки изготавливается из ценных пород дерева, а затылочная часть с использованием резины. Шейка схожа с формой пистолета. Цевье ружья крепится на блоке двумя вынтами, поэтому при соприкосновении цевья с колодкой возникают непонятные бугорки. Завод-изготовитель дает гарантию оружия в 12 тысячах выстрелов. Но на практике возможности модели не ограничиваются даже 25 тысяч выстрелов. Были случаи, что ружье выдавало до 100 тысяч выстрелов без серьезных поломок. На данном этапе производство идет под различными модификациями. К примеру, маркировка с буквой R обозначает, что затыльник приклада изготовлен с применением резины. Модели с обозначением буквы Е имеют эжектор. Орнаментные ружья имеют обозначение с буквой У. Сувенирная продукция идет под маркой С, они имеют гравировку и резьбу по дереву, сделанную вручную, есть инкрустация драгоценными камнями, а единичные экземпляры обозначены буквой Ш. Иные модификации. ТОС-34-1 это одностволка с 12 калибром. Дата выпуска 1995 год. ТОС-34Р это серия с резиновым затыльником и выдвижной гильзой. ТОС-34-55 Зубр это серия 12 калибра идет оптическом исполнении. ТОС-34 это модель с эжектором. ТОС-34-5,6 дробь 28 и это комбинированная марка 28 калибра. Эта штучная версия выпускалась для отдельных видов охоты. ТОС-34, 5,6 дробь 20 это также комбинированная модель, схожа с вышеописанной моделью, имеет 20 калибр. ТОС-34 Еретта это марка эжекторного типа с прорезиненным затыльником. Столь длительный выпуск ружья и его эксплуатация, позволяют подробно говорить о его имеющихся достоинствах и недостатках. Наибольшую популярность ружье снискало среди любителей охоты, благодаря следующим своим положительным качествам. Небольшая масса. В отдельном исполнении масса составляет 3 килограмма, а основное исполнение не превышает вес в 3,2 килограмма. Кучность модели достигается благодаря сильным чокам. Медленный переход от патроника к каналу ствола снижает давление в выстреле, а также снижает изменение формы дроби. Ружье с двумя стволами является лучшей конструкцией, им удобнее пользоваться при повторном выстреле. Отличный баланс с хорошей прикладистостью. Перед выстрелом не нужно дополнительно взводить внутренние курки. Легко выбрать ствол для выстрела в зависимости от ситуации, благодаря наличию двух спусковых крючков. Пользователи отмечают хорошую управляемость данной модели. К недостаткам ТОС-34. Распределение дробовой особи не самое лучшее. Данная модель не является идеальной для охоты с собаками, на некоторых видов дикой птицы. Потик спусковых крючков не дает совершать выстрел в движении. Узел механизма запирания до сих пор не является прочным. Пружины в спусковом отсеке быстро ломаются. Ружье несовместимо с мощными патронами. Конкуренцию данной марки составляет ИЖ-27 из Ижевска. Но его конструкция имеет характеристики, превосходящие по прочности и надежности, хотя массы и размеры больше. Ижевское оружие имеет более низкие показатели в качестве боя из-за сужения дула и отличающейся сверловки. Конкуренцию ТОЗу могут составить также МР-233, ТОЗ-120, а также некоторые модели китайского производства. Данную модель можно использовать для отстрела любой понравившейся дичи, начиная от мелких пернатых до массивных хищников. Идеально подходит при охоте на крупных пернатых и зайца. Отправляясь на крупный промысел, лучше использовать пули-полева, бреники. Уход за оружием. При соответствующем отношении оружие может эксплуатироваться долгие годы. А уход очень прост. На период хранения на все части из металла наносится масляная жидкость. Перед охотой масло удаляется тряпкой. Изделия перед хранением нужно разобрать. Рекомендована проверка всех механизмов. Если во время охоты ружье не использовалось, то все равно его необходимо разобрать и смазать. Один раз в квартал ТОЗ-34 подлежит чистке и смазыванию. Пороховой налет в стволах удаляется ершиком со щелочью. Спустя полвека ТОЗ-34 не потерял своей актуальности и на сегодняшний день, а некоторые показатели в его комплектации и характеристики в работе, до сих пор превосходят современные модели. Производство ружья не останавливалось, а миллионный экземпляр уже давно сошел с конвейера. Это говорит о том, что охотники и коллекционеры не потеряли интереса к модели. Подписывайся на канал и ставь лайк.